МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день. Будем, наверное, сегодня наиболее политкорректно. Распередача последняя. Сибирь против Ярославского локомотива. Это эпизод, который тоже попадает в нашу традиционную рубрику Коваленко и Йокипака. Да. Игра продолжается. И? Должна ли она была остановиться и закончиться для Николая Коваленко? Давайте так. Этот момент разбирал спортивный дисциплинарный комитет. И что он решил? Он что-то решил. Мы же с вами договаривались. Это понятно. Но это 5,20. Здесь вообще нет выбора. Что ж вы... Мы, во-первых, были договорены, что я не разбираю моменты, которые выносятся на СДК. Я не помню, что... Я так-то помню. Очень много интересных моментов выносится на СДК. Здесь не дали же ничего. Здесь же не дали ничего. И СДК ничего не... Не свистнул. Не, просто вопрос-то в чем? Вот могут подумать, что мы там что-то против СДК, не дай бог. Вопрос в чем? Вот я считаю, что здесь Коваленко 100% заработал вот эту 5,20%. Если не здесь 5,20%, то где? Допустим, они считают, что нет. Ну, хотелось бы просто получить объяснение. Почему нет-то? Почему нет? Алексей Владимирович, так здесь нет ваше мнение? Ладно, боксник создает. Следующий вопрос, почему нет? Вот почему здесь нет? На ваш взгляд, вы независимое лицо. Первый раз пригласили вас в программу. Знакомьтесь, Алексей Анисимов? Не, ну, я просто хочу сказать... К сожалению, меня зовут зависимое лицо. У вас же там, ну, я так думаю, там Поляков, там Анисимов, там все-таки судьи есть в этом СДК. Но это очевидно. Вот для меня это очевидно. Может, я ошибаюсь. Ребят, ну, я давайте. Ну, что, как еще сказать? Ну, на прошлой передаче что? Мы тебя не спрашиваем. Мы просто обсуждаем. Мы тебя не спрашиваем. Ты скажи, там было или не было. Нет, уже можешь не говорить. Здесь все понятно. Раз ты не говоришь, значит, там было 100%. Просто речь вот о чем? Никто не спорит. Если нет, скажите, почему нет. Тогда мы хоть будем знать, чтобы в следующий раз... Вообще так удобно. Я вообще считаю, что со следующего сезона Анисимов должен вообще, в принципе, моменты включать на разбор СДК. Нет, его надо либо из СДК убрать, либо из Судейской, потому что от него толку никакого нет. То есть, если момент попадает, на разбор СДК. Это юмор. Я понял. Тогда дальше. Дальше. Точно ничего не скажете больше? Ну, хотя бы вот... Я рад вас видеть. С его оправданиями. Ребят, я рад вас видеть. Ну, я же... Мы же... Вы же... Нет, ладно. Вы сами сказали. 5,20. Да, 5,20. Там вот, вот, сами сказали. Нет, вы сами сказали, что вы больше из СДК не будете брать моменты и тут же их берете. Акбарс плюс Акбарс против Акбарс. То, что ошиблись, это понятно. И почему ошиблись, в общем-то тоже понятно. А вот хуже было бы, если бы у Павла была внизу клюшка, а дали бы высокоподнюю, то когда она у него внизу... Вот тогда вопрос. Тогда это тяжелее. Это прямо вот как с Пустининым, да? Клюшка внизу, а далее 2-2. Матч Сибирь против Акбарс. Наверное, сейчас посмотрим. Вы же у нас... Где до конца? Нет. Двойной малой. А, ну мы разбирали этот момент. Он больше среагировал... Во-первых, Пустини просто играет руками и локтем он ему попадает. Но это игровое действие, он ему не делает контур-уда. То есть это не 4 минуты? Ну, не 4 минуты неправильно судья среагировал. Тут даже обсуждать нечего. То есть там предыдущий момент мы таким вот образом объяснили, а этот момент мы объясняем тем, что судья просто неправильно среагировал, неверно разобрался. Давайте так, сейчас, чтобы не подумали, что там, что там, это две ошибки. Просто неверно разобрался и среагировал просто на лицо. Во втором случае на лицо, что игрок схватился. Но даже если бы он там думал, что это удар... Допустим, будем развивать события, что это не высокоподнятая клюшка, чем другим. Зайдал просто обычный игровой писатель. Да, Алексей, видите, как легко объяснили. Да не легко, но... Даже ошибочные действия. Почему легко? Мы просто объясняем для всех, как говорим. Если судить принимают неправильное решение, наша программа не... Образовательная. Нет, ну подожди, что ты... Тебе сказали, легко объяснил правильно все? Да. Это же комплимент. От Владимира? А как же? Мне. Легко объяснил. Он не воспринимает комплименты. Не с запада до востока, не с севера до юга. Я просто... Настолько непривычно, что... Я непривычно от Владимира, да еще комплимент, да и под Новый год. Под Новый год. Под подарок под Новый год, Алексей Владимирович. Вот. Он не воспринимает комплименты. Он не воспринимает комплименты. Он не воспринимает комплименты. Он не воспринимает комплименты.